Я вот все еще надеюсь, что слепноты чем-то удивят, и будет что-то интересное. Слепнот песня называется «Ен Директор Скуд», в скобках Бон и Чурч. Только не говорите мне, что это кино. Начинается, блин, пошло искусство от слепнотов. Будут песни или нет, ребята? Так, допустим. Не, нормальное искусство пошло, блин, послушай баян, блин, от слепнотов. Ой, а мне уже нравится, мне уже нравится вот этот чистый тон гитарок, мне уже нравятся вот эти вот мелодии простенькие. Вот эти па-дам-па-дам, па-дам-па-дам, пам-пам. А, я понял, это будет Тил Ви Дай номер 563. Ясно, ясно, ясно. Это будет Тил Ви Дай ремикс, ремикс хренемикс, вот очень похоже по настроению такому же. Нет, на самом деле, да, у них очень-очень достойные задатки на больший закос в индустриал-рок или даже в трип-хоп или во что-то такое более экспериментальное, странное, всратое. Потому что не зря вот последний их альбом был завершающим на лейбле Roadrunner Records. Может быть, они сами с датом будут делать что-то вот подобное, что-то вот такое более интересное, более экспериментальное. И мне это, блин, нравится. Мне нравится, когда группы на таком, ну, с годами, с таким, блин, большим стажем хотят делать что-то другое. Ну, вообще, отлично. Вообще, отлично, я говорю, вот прям, прям очень им идет вот такой звук. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, вон тут даже по комментариям нормально воспринимают люди, что типа Sleep Not делает что-то такое, что-то не похоже на привычное. Вот это дыр-дын-ды-дын-ды-ды-ды-дын-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Да, безусловно, они делали подобный лайтовый, лайтово-родского, такой трип-хоповый, альтимитальный звук на Vermilione 2, на Till Vidae, на... Боже, еще на других темах, типа, да даже типа того же Spiders, то есть он тоже туда же лезет. То есть что-то такое более тягущее, то есть что-то более индустриальное, что-то более такое не похожее на метальных слепнотов. Ну и, естественно, с чистым голосом корена. Причем оно даже, я вот сейчас до меня вот доходит примерно, оно чувствуется таким прогрессивно-роковым вот в своем каноничном смысле. То есть это что-то более затянутое, что-то более плотное, что-то более пространное, то есть в смысле того, что там содержится намного больше пространства между сегментами, и это пространство не пустое. То есть, допустим, между фразами Кори Тейлора, которые можно и так слушать даже акапельно, потому что Кори Тейлор — это, извините, вокал, то вот именно какие-то минималистичные аккорды, минималистичные шуршалки, какие-то вот эти вот ритмовые-ритмовые хитросплетения на электронном и на вот этом перкуссионном звуке, они как раз создают вот именно прогрессивное впечатление, которое могло бы там быть у... Ой... Короче, я не знаю, у кого-то могло бы быть, наверное. Отлично. Я надеюсь, запись идёт. Я надеюсь, запись идёт, блин, и мы пойдём наконец-то вместе с ней, потому что у меня сколько, почти насколько... почти до 5 часов у меня отключат был свет прекрасно обожаю я обожаю 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 все потому что я говорю вот такие вот перерывы они немного сбивают когда-то в начале все выключаешь судорожно блин потом ты включаешь и забываешь какие-то крутилки докрутить но это не страшно звук есть отлично звук там звук здесь и огромный огромный респект о с товарищем слепно там за то что делают и радует нас всех вот такими вот интересностями то есть в отличие от тех же каких-нибудь там fallen in reverse которых мы с вами только что слушали которые делают ну клише на клише на клише на клише и пытаются делать из своей музыки больше такой какой-то видео спектакль какой-то контент вот именно она и ощущается контентным не знаете почему у меня первое кстати даже подозрение было что это прежде всего контент для ютуба возможно для тиктока возможно для других соц платформ это то как вот этот клип fallen in reverse watch the world burn был сменен сменена обложка начали там была одна обложка с вот этим чертом за которым сидел собственно герой радки потом была сменена обложка на вот это где радки типа поливает всех из глаз своими лазерами и это именно вот этот первый знак когда ютубер хочет поменять ну или привлечь еще больше внимания поскольку первый вариант обложки он не зашел аудитории очевидно так вот возвращаясь к слепно там слепно там дикий респект что они вот на каком десятки лет на не буду сейчас заговариваться на каком на втором на третьем на пятом десятом все таки детки играют не первый год и не первый десяток лет и пошел креатив пошло вот именно вот это вот какое-то ощущение контр культурности именно ощущение того что это прежде всего музыкальная музыкальная группа это прежде всего музыкальная группа которая делает ли нормальную музыку прежде всего кори тейлор не разучился петь гитарилы не разучились играть именно ровно то что требуется что требуется стиле что требуется музыки не наваливать какую-то там дичь рассказывать своими звуками какую-то определенную историю то есть с данным треком очень здорово что они не стали его включать в этот в основной трек-лист и сделали его таким делюксовым бонусом и отдельный респект за то что они вот в этом альбоме в частности не стали тратить много денег на клипы на визуал на какие-то там дополнительные приколюхи плюшки украшательства а сделали просто хороший артовый музыкальный проект который нам указывает на то что возможно возможно в будущем слепнут будут еще креативнее еще дальше зайдут и еще интереснее собственно сделают с чем с чем с чем я всех нас поздравляю потому что это очень очень здорово